а где-то внизу бездной энергии здравствуйте к вам уважаемые любители легких спорта как вы понимаете пришло время немножечко пошалить сделать познавательный интересный ролик про образование волны и вообще как все вокруг вокруг все позитивно посмотрите как мы летим против ветра дующего со скоростью на этой высоте мало 25 км в час на самом деле внизу до 60 летим мы ну вы сами понимаете куда-то в бездну ну там под облаками очень страшно ветер там ну в общем вот под облака час лучше не опускаться так сказать потому что земли не видно авиагаризонта у нас сегодня поэтому мы не будем лететь туда мы участвуем . пошалим тут между двумя вершинками клаус очень любит шалить между ними пролетать и он меня научил плохому а вы можете посмотреть как облака обтекают эти горы сейчас мы получим получим конечно полных нулей здесь потому что представляете я при силе ветра довольно большой позволяйте вот такую вот наглость вот эта эродинамическая наглость вот так летать это вот человек который ничего не побоится но я делаю это исключительно из образовательной цели чтобы вы могли посмотреть как это все происходит и сейчас я отгребу вот я сейчас не нагнетаю любой кто знает аэрологию местности понимает что перед горой восходящий потока за горой ротор вот я сейчас в этот ротор попаду глубоко уважаемые парапланиристы знают что такой ротор бояться его как огня ну и в общем то не зря потому что внизу вот но часы уже отлетают склон же конечно смелый до такой степени и вы сейчас видите классическое образование волны вот здесь воздух опускается и испаряются облака а потом воздух шпунь отскакивает образует вот это вот ленту роторных облаков облака она демаскирует волну волна перед этой системой сейчас мы попадем восходящий поток вот здесь вот где труба показывает нисходящий причем но нисходящий до такой степени что ну давайте мы вот здесь нейтральной зоне на нейтральной полосе немножечко кружочек сделаем еще не в плюсе не в минусе посмотрели как это вот чума вся падает вниз даже удивительно меня даже ни разу не тряхнуло то есть я испугал ротором а ротор это нет как так бывает коллега что вы скажете есть у вас объяснение почему нет почему у нас ты потрепала я бы я другое слово могу использовать было не яркое но по идее должно было так более ярким словом от отживала но нас даже приласкала еще что-то вообще ничего не происходит друзья это удивительно я как настоящий исследователь должен немножко снизиться чтобы понять почему же нас не треплет прийти да наверно как вы скажете вот дурак так у него все хорошо а он еще все приключения служилку не друзья я не приключил еще и следую почему же нас не отживала мой коллега конечно достижение чтобы понимали минус 56 очень короче много метров в секунду но вот я опустился совсем низко вот уже в зону где-то точно трепать должно у нас не требует так и ну или как его шесть с половиной метров в секунду мы такими темпами до дома не долетим уже это мне уже не нравится поэтому как это спасайся кто может что-то воздухе такое что почему-то у нас не треплет не знаю восходящий поток сразу появился там где он должен быть видите стрелка варе метра легла на упор и сейчас там находится вообще осреднитель до 16 секунд как и наращивает показания 45 метров где-то будет до 5 и 2 даже метров в секунду эти 7 и он нифига себе 6 метров в секунду придется ой юбс туда и вот она вот вот будет чуть-чуть волны свалили так называется бахнула а до этого как вы понимаете было все спокойно и вообще без всяких проблем сейчас вы наблюдаете прям вживую как это есть как облака падают вниз и потом возрождаются и летят вниз вверх вот это вот все облако не так сказать качание она приводит к тому что вот крыло показывает сторону собственно прованса то чем называют прованс там классические винограднички там люберон питер мэйлы и дела вот там видите сухо и уже без облаков а вот сторону гренобля полная жопа вот этот ад из облаков там внизу еще ведет везде дождь эти облака когда раскачиваются они выделяют влагу еще и дождик капает вот это вот конечно интереснейший эффект вот называется фен когда этот ветер вообще это мистраль мистраль создает эффект феновый эффект вот у нас феновая щель облака падают вниз они разогревают воздух и выпускающий воздух разогревается в них облакотают здесь облака поднимаются вверх воздух при этом охлаждается выделяется влага идет дождь то есть на стороне холма обращенный в сторону ветра чаще всего идет дождь и влага выпадает и соответственно воздух который потом после горы опускается он содержит меньше влаги испарять ему нужно меньше всего и поэтому он разогревается то есть температура вот разогрева этим феновым эффектом может достигать семьи восьми там и так далее градусов и например помогать выращивать виноград совсем недалеко отсюда есть долина городе где делают замечательные в р.д. и типа что-то штипа шампанского шампанского называть не вот крыло туда показывает нельзя но я считаю что это даже лучше с очень такими яркими вкусными фруктовыми оттенками и так далее ну и вот там эта штука как раз вот за счет вот этого гестрали гестрали холодный ветер но за счет фенового эффекта в дальней миде температура выше до градусов наверно 4 5 это позволяет выращивать специальный виноград который дает такое специальное вкусное замечательное пудристое вино вот такой вот у нас экскурс так сказать местные достопримечательности до вадим как тебе летается скажу вот пользуюсь случае может передай привет там как ты вообще когда мама я на ютубе да особенно в волну и особенно сыгрен не ленте было ставать сегодня совсем рано на рассвете но стало этого друзья в чем эффект и дело в том что эта волна сегодня достаточно неустойчивая из того что как только начнется термическая активность волну разобьет сейчас она образует за счет илья потом подогружу гор определенным образом заставляется раскачиваться но когда снизу начинают бить восходящие потоки таких тысяч 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 вся эта система рушится где-то в 11 12 часов вот вся эта красота превратится в полную станцию хаос здесь начнется хаотическое движение воздуха которая ну собственно да мне нужно то есть нас будет трясти качать бросать и лучше полетать 7 утра например часиков до 10 красивые потом его отправиться на экскурсии всевозможные там я там буду электростанцию солнечную строить вот и утро использовать эффективно так теперь по новостям как вы видите пипистрель летает сегодня мы высадили всю батарейку потому что нам было лень заряжаться и тут взлетали с половинки потом 70 процентов батареи на чтоб зайти волну пришлось все высадить и опять идут за приключениями чтобы потом скучно летать как все волна и волна мы должны еще раз исследовать эти страшные горы пипистрель работает прекрасно настолько хорошо что я заказал даже такой новый этот владелец его забирает потому что когда его починил он сказал что такая корова нужна самому пипистрель от меня к сожалению уходит но будет новый лучше через два или три дня и еду скорее всего за аркуса получать новый планер 20 метрового класса который собственно будет дальше нашим основным планером потому что пипистрель при всей его прелести это все-таки не дальнолет на мотеркорне на нем летал но конечно это непросто слетать на нем на мотеркорн поэтому все-таки ты планер больше для 100 150 километров отсюда можно отлететь но вряд ли сильно дальше что со шляхером да блин не поверите в апреле месяце поломали мотор но смысле мотор поломался причем мотор поставили после ремонта типа новые восстановлены идеально и так далее и сейчас проутюжив меня около вот с апреля сколько дать до сентября проходит много вот столько месяцев проваляв дурака мне сказали что чувака мы твой планер все-таки не починим из тебя 25000 евро для того чтобы эти починить под двигатель который поставили себя новым вообще практически и так далее старым но новым вот его купил но ничего вот он сейчас сломался надо еще раз заплатить за ремонт конечно это неприемлемо для меня я не знаю буду разбираться но вот просто ужас 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 вот эти скалы и такие страшные как эта новость для меня но и мое решение продать этот планер в любом случае то есть при самом худшем раскладе просто продам его без мотора потеряв кучу денег но закончив эту историю вообще никогда не больше не буду связываться с этим обидно досадно очень противно потому что я как пилот испытатель два раза на этом планере я летал с отказавшим двигателем когда мотор в полете отказывал 6 раз я прерывал взлет на нем то есть собрал огромное количество статистики информации сделал кучу видео интересных с этим планером и мне кажется вот такие дошел вам это для должна была нас потрясти мне кажется что такое глубоко уважаемый производитель именитые старые самый старый в мире мог бы найти в загашнике в четверток евро и отремонтировать мой плане все таки бесплатно благо это не мой косяк а косяк по сути фирмы изготавливающие моторы может быть частично фирмы которые эти моторы ставят и что-то сделала не так вот такие вот последние новости 10 минут нас ролик давайте еще пару минут новостей еще относительно грустных вы спросите почему же волков ты так редко публикуешься временем сейчас ролики да блин обидно друзья у меня очень много хорошего интересного материала снята как микс максом и летали на пепестреле как я с детишками веселыми летал на пепестреле как там ну скорость вышата вторая серия шикарный совершенно сериал три серии про полеты на пепестреле к горе монтевиза то есть прям все замечательно есть куча материала снятого и смонтированного но у ютуба сейчас период какого-то маразма потому что с учетом действий правительства одной страны запретивший youtube довольно большое количество подписчиков будет половина наверно не смогла смотреть мои ролики то есть уточняет на смотрит ролик же вылетает ссылка прилетает что а ну-ка посмотри человек начинает смотреть и дальше не может потому что при ему прилетает какой-то отрос потребнодзора дебильный пакет битый который прекращает вообще проигрывание этого видео и youtube в этом случае думает очень тупо он думает ага ролик ты не понравился значит вы этот ролик дальше не будем никому показывать потому что вы его же не начали смотреть и это безумно совершенно уронила где-то в пять раз упали просмотры то есть аудитория уменьшилась ну даже если все всего всех отключить так сказать и зрителей то это получится половина отключена то есть в половину могли упасть просмотра они упали в пять раз то есть это еще и друг него просмотре на территории остальных стран и европы ну это конечно обидно поэтому я жду когда закончится этот маразм и внуки стану нормально публиковать ролики потому что сейчас закидывает ролик чтобы его посмотрела ну там раньше 10 тысяч просмотров а сейчас 2 ну как-то обидно потому что это определенное количество труда определенное количество настроения и вот разве что вот такие безмонтажные ролики конечно можно вливать хоть каждый день я не смог сегодня пройти мимо этой красоты решил все-таки вам вам показать и с вами вместе порадоваться полету ну и вадима порадовать ты порадовался хоть хочешь пролететь мимо этих душин сам бери ручку бери покажи что я тебя почему-то научил этой жизни ручку вниз скорость держи 180 ну и правее чуть-чуть вот свои друзья вадим я не соврал ведь спокойный он любит пилотировать двумя руками за это мы ругаемся с ним постоянно как ты можешь двумя руками ну как подвиж подальнику поближе поближе не страшно подальние давай подальни как учатся ну вот смотрите ручку держит ну принципе почти нежно должен держать тремя пальчиками но притворяется что так держит в принципе летает хорошо ручка не шебуршит основная проблема когда ручка начинает от любит и любит и любит и любит и сейчас он медленно и печально летит вперед и будет красиво облетать вершину на дожди рано ракуда ты сразу смыться хочешь подальше ты должен еще отгребсти видите друзья злой инструктор я должен на самом деле у вадима был вчера день когда он отгребал мы летали очень сильную турбулентность поэтому сейчас уже ничего не боится верит в инструктора вызарить какой красиво облетает вершину чуть-чуть крем добавь крем больше немножко вот внизу кипит все конвекция опять все перемешивается вам уже этот вид наверное надоел я на него могу любоваться бесконечно ну я верю в то что вадима сейчас не нахлобучить правее возьми правее немножко надо ближе к вершине держаться мало как все вытекает перетекает редкий случай на самом деле ветер наверху слабее чем внизу именно поэтому можем так нагло вокруг этих вершин летать ничего не бояться мы сейчас вадим слетает прилетит к волну опять возьмет волну наберет ну и мы дальше займемся продолжением учебного процесса ты доволен я сделаю смывание такое красивое друзья на этой оптимистичной ноте разгоняемся до новых встреч был уважаемый любитель легких видов спорта до новых позитивных роликов и людей набирай высоту твоя ручка